МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости Первоуральска в студии Вера Иванищева. И сейчас о главных событиях этого дня. Полицейские и общественники обнаружили незаконное производство незамерзайки в Первоуральске. На территории одного из предприятий в микрорайоне Талица работал цех по производству потенциально опасной жидкости для автомобилей. Сотрудниками полиции обнаружены цистерны, содержащие 6 тонн спиртосодержащей жидкости и 5,5 тонн готовой продукции. На момент проверки на производстве осуществляли трудовую деятельность местные жители, которые в настоящее время проверяются на причастность к данному правонарушению. Правоохранители передали жидкости для проведения исследований. Предполагается, что незамерзайка изготавливалась на основе опасного метанола, а для более привлекательного вида и запаха в нее добавляли красители и ароматизаторы. Сейчас работа подпольного цеха прекращена, хозяину производства может грозить уголовная ответственность по статье «Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта», наказание за которую предусматривает крупные штрафы, даже лишение свободы. Безответственных штрафовали, ответственным напоминали правила. Первоуральские автоинспекторы провели рейд «Безопасная дорога». За несколько часов на городских улицах удалось выявить троих нарушителей. Подробнее в сюжете. В 10 часов вечера 8 экипажей ДПС выезжают на патрулирование улиц Первоуральска. На оживленных дорогах и перекрестках автоинспекторы останавливают автомобили и проверяют у водителей документы. У каждого экипажа разработан собственный маршрут движения по городскому округу Первоуральск. Данное мероприятие направлено на пресечение нарушений лиц, управляющих транспортное средство алкогольного опьянения, лиц, не имеющих права управления транспортным средством, а также лишенных права управления транспортным средством. В Первоуральске проводят профилактический рейд «Безопасная дорога». Экипаж на улице Вайнера попался молодой человек, который водительское удостоверение даже не получал, но все равно сел за руль. Как говорят сотрудники ГИБДД, не все водители соблюдают правила дорожного движения и ответственно относятся к закону. Но большинство автолюбителей такие проверки поддерживают. Нормально отношусь. Бывает, что без документа ездит. Нужно ответственно относиться. Все-таки к этому делу садиться за руль только трезвым. Конечно, трезвым. Это хорошо. За пять часов рейда «Безопасная дорога» автоинспекторы выявили три нарушения. Двое первоуральцев не имели водительского удостоверения. Еще один передвигался на автомобиле, не зарегистрированном в установленном порядке. Екатерина Сердитых, Андрей Волков. Новости Первоуральск. В Свердловской области завершается капремонт многоквартирных домов. По национальному проекту «Жилье и городская среда» в этом году в нашем регионе обновили 676 жилых зданий в 56 муниципалитетах. Как рассказали в областном фонде капитального ремонта, во всех городах Восточного управленческого округа работы уже завершены. В Западном готовность оставляет 99%, в Горнозаводском, Северном и Южном – 98%, в Екатеринбурге – 96%. Уже полностью завершены все сезонные работы, такие как ремонт крови или фасадов, а также замены систем теплоснабжения. В следующем году в Свердловской области за счет средств фонда капитального ремонта запланировано обновить порядка 800 жилых зданий. Как ранее подчеркивал губернатор Евгений Куйвышев, повышение эффективности программы капремонта и улучшение жилищных условий – приоритетное направление для региона. Ремонт на Нижнесергенском водопроводе, а также на городских сетях. Специалисты Первоуральского водоканала продолжают в ежедневном режиме отчитываться перед жителями о проделанной работе. Сегодня специалистами водоканала проводятся ремонтные плановые работы на Нижнесергенском водопроводе. В данное время работы подходят к завершению. В ближайшее время давление холодного водоснабжения в сетях города будет восстановлено. Кроме этого проводятся ремонтные работы на городских сетях холодного водоснабжения. Это в микрорайоне Самстрой, улица Мира, 4, Малышева, 1. В данный момент работы завершены, давление восстановлено. В Толмачево, 5, 7 проводятся работы по восстановлению благоустройства после проведения ремонтных работ. Кроме этого проведена промывка канализационных колодцев по улице Емлина, 21, улице Бурильщиков, 15, микрорайон Магнитка, улице Юбилейная, 9, микрорайон Талица. А также устранены засоры на сетях канализации по улицам Береговая, строителей, вайнера, трубников. Рыцарские поединки, аттракцион развлечений, волшебная печь и обучающие мастер-классы. Более 500 металлургов и их детей приняли участие в масштабном семейном фестивале «Жить с любовью». Подробнее о ярком празднике расскажем в сюжете. Считаются удары, остановленные телом противника. Удары в щит, в меч не считаются. Сразиться в рыцарских поединках, чтобы окунуться в эпоху Средневековья. Бои здесь устраивают совсем как в 14 веке. Чтобы дети не поранились, используют безопасное оружие, щит и шлем. Я обучился себя современным рыцарем. Здесь меня научили использовать разные приемы. Меня научили использовать оружие по назначению и научили правила. Бои на мечах – одно из развлечений масштабного семейного фестиваля для сотрудников Первоуральского новотрубного завода ТМК, который организует правком предприятия. В компании уделяют особое внимание развитию работников и семейным ценностям. Мы здесь, соответственно, в одном ключе с компанией всегда проводим наши мероприятия. Потому что если все хорошо в семье, то и на работе тоже все складываться будет замечательно. Даже у нас название этого семейного фестиваля – «Жить с любовью». То есть крепкая семья – это залог счастья, полголетия и процветания. Для участников фестиваля устраивают несколько развлечений. К примеру, здесь можно пострелять из рогатки или лопнуть шарик с помощью дротиков. А на этом мастер-классе научиться моделировать фигуры из воздушных шаров. Дети проводят время с родителями совместно, пришли на этот праздник. Очень много эмоций дети получают, радости, ну и просто полезного времени проводим вместе с детьми. Допустим, я вот для себя первый раз вообще попробовала делать шарики, цветы. То есть для меня это очень самоувлекательно, потому что я никогда этого не делала, всегда хотелось попробовать. На этой площадке металлурги вместе с детьми могут почувствовать себя настоящими дрессировщиками. Играем с собачками. Собачки показывают нам фокусы. Очень классные эмоции, очень позитивные. Ребенок, у меня дочка очень рада. Общается с собачками, вот она буквально не отходит от собачек. По горящим глазам детей все очень рады, все очень любят животных. Всей семьей на фестивале можно сделать ароматизированные кофейные магнитики, новогодние украшения, задекорировать обложку для паспорта. Сегодня узнала то, что можно шить на бумаге, какими-то новыми разными способами. И это мне все пригодится в будущем. Хочу я стать дизайнером. А еще во время семейного фестиваля можно прокатиться на пони или отправиться в путешествие на волшебной печке. Как говорят организаторы, такая сказочная атмосфера оставит только приятные воспоминания как у детей, так и у взрослых. Дмитрий Солюков, Андрей Волков, Новости Первоуральск. Первоуральец Егор Мотин завоевал две бронзовые медали на чемпионате мира по грэплингу. В международном турнире приняли участие спортсмены из Казахстана, Индии, Турции, Украины, Алжира, Узбекистана и Кыргызстана. В сборную России Егор попал благодаря победе на первенстве страны и упорным тренировкам. К чемпионату мира в Москве Егор готовился два месяца, пять раз в неделю проводил общие тренировки, отрабатывал упражнения на скорость, координацию, пластичность и выносливость. На чемпионате выступал весовой категории 58 килограммов среди спортсменов до 17 лет. В первый день турнира Егор провел три поединка по правилам классического грэплинга, то есть без кимоно. В одной восьмой финала Первоуральца уверенно одолел борца из Узбекистана, затем в полуфинале победил представителя Казахстана. В последней схватке уступился отечественнику, завоевав бронзу. Во второй день соревнований Первоуральц боролся по правилам грэплингги, то есть в кимоно. Одержал две победы из четырех и взял вторую бронзу. Добавлю, что в 2018 году спортсмен стал чемпионом Европы по джиу-джитсу, а в 2019 взял бронзу чемпионата мира в этом же виде единоборств. Но прошлые достижения не стали залогом успеха на этом турнире. Абсолютно все участники подготовлены. Не просто так. Не учел своих ошибок, на которых меня всегда подлавливают. Не досмотрел, отдал ногу. Этот турнир дал мне много опыта. Мне тренер рассказывал о моих ошибках. Вот сейчас будем работать над этим, чтобы в дальнейшем кого не было. На сегодня это все новости о других интересных событиях. Сообщайте нам по телефону 64-92-92. Посмотреть наши новости вы можете на сайте первомедиа.ру и в группах телеканала в социальных сетях. У меня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова